Вакцинация В Десногорске продолжается привычная кампания против коронавируса, но вопросов о вакцинации меньше не становится. Нужно ли ставить прививку от коронавируса сейчас или может лучше подождать? Может ли вакцина привести к побочным эффектам и каким именно? На эти вопросы и не только ответила заместитель начальника Десногорской медсанчасти Лидия Штаней. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей нашего города и всей страны в целом, люди должны вакцинироваться. И люди должны провакцинироваться не менее 65%. Только вот такой общий коллективный иммунитет дает гарантию, что дальше инфекция не будет распространяться, что люди не будут тяжело и крайне тяжело болеть, и это сохранит жизнь и здоровье наших жителей. Необходимо два визита на вакцинацию. Вакцина хранится при температуре минус 18 градусов, значит, она размораживается до комнатной температуры, вводится в первый день вакцинации 0,5 мл, и через 21 день вводится второй компонент вакцины, тоже 0,5 мл. Всего требуется два введения, приходить придется в больницу, в медицинской части два раза. Вакцина – это векторная. И что это означает? Значит, синтезировано на основе аденовируса человека, в него внедрен белок коронавируса, и мы вводим не живую, не ослабленную вирус, или там инактивированный вирус, а вводится в организм человека белок. Белок, как вы понимаете, он не может размножаться, соответственно, этот человек не может являться источником инфекции, и от человека привитого заразиться новой коронавирусной инфекцией невозможно. Но, тем не менее, так как все мы живем в социуме, не обитаемом острове, то общаемся с другими людьми. И есть такая вероятность, что человек, который пошел на вакцинацию, мог до этого проконтактировать с пациентом, ну, с другим человеком, который болел, или болеет в настоящий момент новой коронавирусной инфекцией, но еще не знать об этом, то есть болезнь могла себя не проявить. И после вакцинации у человека может проявиться, клинически появятся признаки заболевания. Ну, соответственно, такой человек пойдет на больничный лист. Но это не связано с тем, что он получил вакцинацию, а связано с тем, что он контактировал с каким-то из больных новой коронавирусной инфекцией. Человек, который идет на вакцинацию, тем не менее общается с другими людьми и мог проконтактировать с пациентом, больным новой коронавирусной инфекцией, как до вакцинации, так и в промежуток 21 день, который идет от первой и второй точек вакцинации. Соответственно, человек может заразиться коронавирусной инфекцией, она может протекать у него в сертой форме. И есть такие случаи, когда человеку, например, сделали уже повторный этап вакцинации, он прошел, и потом человек как будто заболевает. То есть он заболел не от того, что его привили, а от того, что он до этого контактировал с человеком, больным новой коронавирусной инфекцией. После введения вакцины как первого, так и второго компонента возможны местные реакции, то есть в месте введения вакцины возможно покраснение, уплотнение, отечность, повышение температуры. Может быть и повышение, общее повышение температуры до 37,5-38 градусов. В отдельных случаях мы наблюдали повышение до 39 градусов по Цельсию. Может быть слабость, потливость, повышение давления, тахикардия. Пациентам рекомендуется при повышении температуры принимать жаропонижающие средства, прием антигистаминных препаратов. Если температура повысилась до 39 градусов Цельсия, то необходимо обратиться к врачу, либо вызвать скорую помощь. После вакцинации пациентам не рекомендовано активное занятие спортом или физическими нагрузками, не рекомендовано посещение сауны, бани, и не рекомендовано активно мочить и тереть место инъекции в течение трех дней. В то же время необходимо помнить о соблюдении масочного режима, носить перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, потому что иммуниедет еще не сформирован, и пациент может заразиться новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с нормативной документацией, утвержденной Минздравом, никакой дополнительной подготовки перед проведением вакцинации не требуется. То есть сдавать кровь на антитела не нужно. Не вакцинируются люди, имеющие гиперчувствительность к компонентам вакцины, страдающие и имеющие в анамнезе тяжелые аллергические реакции, также люди, болеющие острыми вирусными инфекционными заболеваниями на момент вакцинации и в период обострения хронических заболеваний. Те пациенты, которые переболели новой коронавирусной инфекцией или перенесли вирусную пневмонию, а также те, у кого достоверно подтвержденно имеются антитела М и Джи к новой коронавирусной инфекции, в течение ближайших 6 месяцев не вакцинируются. На сегодняшний момент уже в 18 странах она разрешена для проведения вакцинации. В авторитетнейшем медицинском журнале «Ланцет» вышла большая статья, посвященная нашей вакцине «Гам-Ковид-Вак», где она признается абсолютно безопасной и эффективной для проведения всеобщей вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вся информация о человеке, прошедшем вакцинацию, вносится в федеральный регистр лиц, прошедших вакцинацию от COVID-19. Этот регистр передает сведения на сайт госуслуг, и каждый пациент, который завершил вакцинацию, может на своей личной странице в госуслугах увидеть информацию о том, что он вакцинирован. Каждому присылается индивидуальный QR-код, подтверждающий факт вакцинации. Для проведения вакцинации у нас открыто два прививочных кабинета. Один открыт на базе поликлиники для взрослых, и второй кабинет во врачебном амбулатории на атомной станции. Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо обратиться в доврачебный кабинет, либо позвонить по телефону, номера которых будут представлены ниже. 15 февраля отмечается День памяти воинов и интернационалистов. Он почитает соотечественников, которые исполняли служебный долг за пределами Родины. Памятная дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана. В преддверии годовщины событий тех лет в детской художественной школе прошел классный час в вехе памяти. Очень страшно становится, если слышишь жуткое слово «война». Над планетой, над целым миром тянет черные руки она. Разве это нужно кому-то, чтобы горели огнем города? Учащимся третьих и четвертых классов напомнили об истории девятилетнего противостояния. О том, как далекий Афганистан стал полем битвы для советских воинов, многим из которых не суждено было вернуться домой. Слайды и наглядные материалы наглядно продемонстрировали быт и обстановку тех лет. Там птицы песни грустные поют, мир мертвых души их забрали. Их матери домой напрасно ждут. Оборвалась их жизнь в Афганистане. Такие классные часы в первую очередь вызывают гражданскому патриотизму и к пониманию того, насколько страшна и трагична война, где бы она ни проходила. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго!